МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это обычная практика. Слово «свобода» в диктаторском государстве, как издевка. Тут преследование и угрозы в адрес работников СМИ, норма, да и закрытие независимых изданий и блокировка интернет-каналов. Все. Ради сохранения незыблемой позиции елбасы. Журналисты, словно преступники, постоянно ходят по острию карманного правосудия Нурсултана Назарбаева. Сейчас мы увидим то, что происходит повсеместно. Это угрозы, это нападение на журналистов. И данный видеосюжет, он не отражает полностью картинок, потому что все инциденты практически заканчивались либо изъятием камер, либо уничтожением записи. Праздник отменять не стали. Казахстан ведь позиционирует себя как цитадель демократии. Однако без горчинки не обошлось. Республиканские власти сделали журналистам сюрприз – изменения в уголовном кодексе, согласно которым теперь можно запросто получить тюремный срок до 10 лет за распространение заведомо ложной информации. Я считаю, что вопросы преследования журналистов – это огромная проблема в Казахстане. Необходимо снизить объем этих преследований. Как-то надо сопротивляться, если мы не хотим, чтобы нас сограли, и если мы не хотим бояться раскрывать рот и делать какие-то более-менее больные жесты. Последние ростки независимых СМИ, как таблоида «Санди Таймс» и «Правдивая газета» в Казахстане уже задушены. Теперь и рядовым гражданам стоит держать рот на замке и наслаждаться дозволенной тишиной. Так безопаснее. Ведь если разобраться в регламенте новых наказаний, угодить за решетку можно за элементарный и привычный для всех пользователей интернета перепост чужого сообщения. Законодатели предлагают трактовать это как деяние, совершенное группой лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей. Если для того, чтобы закрыть газету, нужно обратиться в суд, то здесь гораздо проще. Заблокировал – все, СМИ нет. Для того, чтобы этого не было, нам нужно объединиться, нам нужно действовать вместе. И только когда мы сможем оставить самостоятельность, когда мы сможем говорить о том, что происходит открыто, только тогда мы можем говорить о том, что свобода снова существует. А без этого нормального гражданского общества быть не может. Что остается делать, когда запрещают говорить? Когда не знаешь, что можно сказать, а мысли вслух – уже преступление. Когда на празднике, посвященном свободе слова и СМИ, главная новость и подарок от властей – путевка в тюрьму. А вы сидите и молчите. Молчание – золото. Так считает бессменный лидер нации Нурсултан Назарбаев. Спорить бесполезно. И доказано это уже не раз. Редактор субтитров А.Семкин